Он медленно брел в ночной тиши, мягко, словно белый кот, Ступая по сонным улицам, паркам, площадям и аллеям. Он заходил на каждую, даже самую маленькую и неприметную в этом городе улочку, Проникал в каждый узкий проулок, навещал каждый двор, И ночному гостю было неважно, находился ли он в центре или на самой темной окраине. Он просто шел, оставляя свои неторопливые следы в каменной душе этого города. Ночной гость продолжал свою неспешную прогулку. Снег! Только он мог преобразить все, от уродливых безликих гигантов из стекла и бетона, До самой запущенной ветхой избенки, что заблудилась на самом краю этого безумного мира. Снег! Он скрыл под своим чистым одеялом серость и пустоту этой рукотворной громады, Как скрыл безразличие людей, их предательство и зло. Наступил конец декабря. Суровый северный город давно уже нарядился в свое легкое, как пух, Ослепительно белое одеяние. В этой белоснежной шуге он и сам будто бы сменил свой лютый непокорный нрав и стал чуточку добрее, мягче. И кажется, что в такие безветренные ночи даже время замедляло свой ход, Чтобы насладиться убаюкивающим покоем, набраться сил для сотворения мового дня. А снег все продолжал идти. Где-то на отшибе, по соседству с богом забытой избушкой, Которая успела нарядиться в свое праздничное мантом, Стоял такой же, как она сама, одинокий фонарь. В его холодном свете падали снежинки. Они сверкали и переливались всеми цветами радуги. А может быть, это падали звезды? Падали, чтобы вновь подарили людям веру. Веру в чудо, в сказку, подарить им надежду. Надежду на новый рассвет.